Второе, мы считаем, что только продукты сельхозгруппы это тоже недостаточно. Вот к нам обратился гражданин, который купил аналогичные конфеты. Это конфеты. Компания называется French Kiss. Директор и владелец турок. Зовут его Хусейн Яман-Илмас. Очень сложно выговариваемая. На что пожаловались наши граждане? Значит, конфетки. Вот они так выглядят. Очень разнообразные. Очень, так сказать, на первый взгляд вкусные. Но что здесь, так сказать, опасно? На упаковке и вообще в инструкциях нигде не написан состав. Да. Наш избиратель, когда писал нам, он сказал так, что он купил такую коробку и потом себя чувствовал очень плохо. Два дня у него болел живот, у него болели внутренние органы. Мы обратились к врачам, к специалистам. Нам сказали, что по всей видимости в этих конфетах используется техническое пальмовое масло. И это масло может привести к онкологии, может привести к другим заболеваниям. Вот вы удивитесь, но вот эту коробку я приобрел здесь внизу в буфете Государственной Думы. То есть даже в Государственной Думе продаются такие конфеты, которые отсутствует любая маркировка, непонятно из чего они сделаны. И в прессе, вы это можете найти в интернете, регулярно появляются факты, что эти коробки, что эти конфеты делаются в подпольных условиях, где-то в Московской области, в подвалах, без соблюдения санитарных норм. А все ингредиенты конфет тоже так же подпольно завозятся из Турции. То есть все это открыто, все это известно, но тем не менее реакции на это нет. Поэтому мы вот эту коробку сегодня направимся на экспертизу. Если выявится действительно, что здесь есть вредные вещества для здоровья, мы будем требовать от правительства вносить в перечне запрещенных товаров к ввозу из территории Турции. И кондитерские изделия, и другие продукты. Вы знаете, что неоднократно ЛДПР проводила рейды по рынкам с нитратометрами. То есть огромное количество вредной, опасной для нашего здоровья продукции. ЛДПР регулярно говорит об этом, требует запрета. Сейчас есть очень удачное время для того, чтобы провести полный аудит как минимум турецких всех продуктов, всех товаров на предметах безопасности для наших граждан. И все вредные, так сказать, и опасные продукты, все запретить к ввозу. Далее можно также делать и по другим странам. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание, вполне возможно, это очень опасный к употреблению продукт. Мы незамедлительно сегодня отправим не только обращение в адрес аппарата Государственной Думы, чтобы прекратили продажу здесь, в Государственной Думе, но и в соответствующей инстанции, которые проведут экспертизу и определят состав этих продуктов. Еще раз подчеркну, нигде ни на одной коробке, ни на одной этикетке, ни на одном сертификате ингредиентов нет. Поэтому это вполне возможно тоже как акт такой скрытого терроризма, когда они медленно травят наших граждан. Спасибо. Спасибо.